I've lived a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Рассказать историю сегодняшней героини мне представляется занятием непростым. По той простой причине, что, как мне кажется, она жила двойной жизнью. Первая – тихая, спокойная и семейная, вторая – скрытая от посторонних глаз, душевная и творческая. Ее называют самой романтичной натурой серебряного века поэзии. Ее произведения не такие жесткие, как у Ахматовой. И у меня, прежде всего, ее поэмы ассоциируются с ароматом опавших осенних листьев и с дыханием самой осени. В этом октябре у нее юбилей – 125 лет со дня рождения, и весь этот год проходит под знаком Марины Цветаевой. Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и свергаю. Мне дело – измена, мне имя – Марина, я бренная пена морская. Кто создан из глины, кто создан из плоти, тем гроб и надгробные плиты. В купеле морской крещена, и в полете своем непрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри, беспутные эти, земною не сделаешь солью. Дробясь, а гранитные ваши колена, я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, веселая пена, высокая пена морская. Судьба Марины Цветаевой представляется мне самой трагичной и самой жесткой среди судеб многих других известных поэтов эпохи. Причина, причина, как мне кажется, в том, что Цветаева росла недолюбленным ребенком. Ей крайне не хватало любви в младенчестве. И потом, спустя годы, она влюблялась так сильно, что ее партнеры просто не выдерживали этого накала страстей, разворачивались и уходили от нее. Чрезмерную влюбчивость Цветаевой часто списывают на то, что она жила в мире и реальном. И влюблялась в выдуманных ей людей, но при этом имевших реальные имена и реальные очертания. Марина была близорука, очки носила неохотно, ей просто нравилось видеть мир нечетким. Так она старалась дорисовать мужчин, которыми очаровывалась. И в реальности, подойдя к человеку ближе, могла его даже перепутать. Однажды на улице она случайно встретила своего бывшего воздыхателя и не узнала его. Мужчина очень был смущен. А она ответила, я не узнала вас, простите, из-за того, что просто раньше у вас были усы. Мужчина паник окончательно, ведь усов у него никогда не было. Она жила и действовала всегда только по любви. В шесть лет посмотрела спектакль Евгений Онегин и влюбилась в обоих. И в Онегина, и в Татьяну. Просто влюбилась в любовь. Наверное, потому что в детстве этой любви так сильно не хватало. Она родилась в очень интеллигентной семье. Ее отец, профессор Московского университета, искусствовед и филолог Цветаев, Иван Владимирович, очень рано овдовел и остался на руках с двумя детьми. Он женился во второй раз на подруге умершей жены Марии Мейн, талантливой пианистки, в надежде на то, что его избранница станет хорошей матерью, детям-сиротам. Мейн вышла за Цветаевой не по любви, она любила другого человека, но перечить родителям не смела и постаралась быстрее покинуть отчий дом. У этой пары 26 сентября по старому стилю 1892 года в Москве на свет появилась девочка, получившая имя Марина, что означает «морская». В семье царили очень жесткие правила, и распорядок дня не допускалось даже во внеурочное время позволить себе съесть бутерброд. Марина очень сильно переживала холодность матери и отстраненность отца и чувствовала себя совершенно одиноким ребенком. Мать растила детей, двоих приемных и двоих своих, ведь через два года в семье Цветаевых родилась еще одна девочка Настя, буквально в ежовых рукавицах. Она уделяла много внимания интеллектуальному и творческому развитию детей, но абсолютно не видела нужды прививать им даже элементарных правил поведения. В доме постоянно дрались, стоял крик, ввиду того, что отец довольно много времени проводил в разъездах. Мать Рьяна отстаивала свое главенство. Особенно доставалась нелюбимице Марине. Ее планировалось развить в гениальную пианистку, и это очень часто вызывало девичий протест. Она намеренно закрывала свой внутренний мир и от сестры Аси, и от сводных брата и сестры Андрея и Валерии. Марина жила в мире прочитанных книг и возвышенных романтических образов. Сколько мать не учила будущую поэтессу играть гаммы, мир поэзии манил Цветаеву гораздо больше. И надо сказать, что уже в шестилетнем возрасте она начинает писать свои первые стихи. Причем пишет их не только на русском, но и на немецком, и на французском языках. Вообще, в семье Цветаевых дочерям уделяли огромное внимание в плане образования. На это денег не жалели никогда. С другой стороны, к деньгам у них всегда было пренебрежительное отношение. Деньги считались грязью, и после них непременно нужно было мыть руки. Размеренная жизнь Цветаевых в уютном домике на Патриарших прудах была прервана неожиданной болезнью матери. Мария Александровна заболела чахоткой, и ее здоровье требовало теплого и мягкого климата. И осенью 1902 года Цветаевы уезжают за границу. Они жили на курортах Италии, Швейцарии, Германии, где дети продолжали получать образование, а мать продолжала получать лечение. Несмотря на все старания и усилия врачей, мать Мария Александровна все-таки умерла. Это случилось в 1906 году. Иван Владимирович остался один с четырьмя детьми, и поскольку был очень сильно занят по долгу службы, конечно же, детям практически не уделял никакого внимания. Возможно, именно поэтому девочки выросли очень самостоятельными. Они достаточно рано начали интересоваться не только отношениями с противоположным полом, но и политической обстановкой в стране. Вообще весь список необычных фактов о Цветаевой можно было бы составить в период ее так называемого бунтарского взросления. Характер Марины закалился. Довольно быстро стало понятно, что ей не важен и не интересен никто, кроме нее самой. Она была чудовищно упряма, ленива и необязательна, но при этом необычайно умна и крайне эгоистична. В 14 лет Цветаева ведет себя немного странно. Она ночует на кладбище, ворует этюды у знакомого художника и несколько раз подряд бреет наголо голову в надежде обрести кучерявые волосы. Она сидит на шампиньонной диете, чтобы похудеть. В 15 лет за дерзость и вольнодумие ее отчисляют из гимназии. В 16 она уже курит и пьет рябиновую настойку, которую сначала находит в буфете, а потом, распробовав, постоянно посылает за ней дворника. С настойкой в руке, от всех отгородившись на чердаке, она создает стихи, потом составившие ее знаменитый вечерний альбом. Свой пригласительный билет в большую литературу. Свой индивидуальный стиль Цветаева находит уже в 1910 году. Тогда появляется ее стрижка в скобку. В это время и в России, и в Европе короткие волосы еще не вошли в моду. Женская короткая стрижка была явным знаком стремления к эмансипации или даже сказать больше к революционному образу мыслей. Самая знаменитая черта внешности Цветаевой, пожалуй, ее челка, которая со временем становится индивидуальным знаком с чем-то сравнимым, пожалуй, на мой взгляд, с ахматорским профилем. В некотором смысле поэтесса придумала винтаж за много десятилетий до того, как он появился. Судя по некоторым фотографиям, манера Цветаевой одеваться пришлась бы ко двору даже в американские 60-е годы. Кажется, Марина Ивановна вполне могла бы затеряться в толпе хиппи. В одежде Цветаева, прежде прочего, ценила удобство, простоту и прочность. Она сторонилась слишком изящных моделей. Стандартный гардероб поэтессы состоял из широких, как у цыганок, юбок, свободных блуз, платьев-рубашек, которые она, как правило, туго перетягивала поясом. За молодой поэтессой Мариной Цветаевой в литературных и театральных кругах Москвы прочно закрепилась слава предсказательницы. Свои предсказания она давала так же, как и писала стихи. Неожиданно, щедро и очень точно. А свою судьбу она, казалось, знала наперед. Однажды на Коктебельском пляже Марина сказала своему давнему другу, поэту Максимилиану Волошину, что тот человек, который подарит ей когда-нибудь ее любимый камень, за него она непременно выйдет замуж. Так и случилось. Молодой москвич Сергей Ефрон, высокий, худой, с огромными цвета моря глазами, подарил Марине в первый же день знакомства генуэзскую сердоликовую бусину, которую Цветаева носила потом с собой всю жизнь. Он был на год младше Марины, выходец из еврейской семьи, его родители увлекались революционными идеями, а сам он симпатизировал белогвардейцам. Спустя полгода после знакомства они обвенчались. Это случилось в декабре 1912 года, а в сентябре уже на свет появилась их дочь, которую они назвали очень оригинально, Ариадной, в честь любимого мифического персонажа поэтессы. Правда, потом, передумав, сократили имя до теплого Аля. Несмотря на то, что в семье появился ребенок, это абсолютно не мешало Цветаевой заводить новые романы и окунаться в них с головой. В 1914 году Цветаева встречает поэтессу и переводчицу Софью Парнок. Это знакомство Цветаева потом назвала первой катастрофой в своей жизни. Их связь продолжалась два года. И все это происходило на глазах у мужа, который воспитывал их малолетнюю дочь Алю. Именно Софье Парнок она посвятила, пожалуй, свои самые сильные образцы любовной лирики. Все этапы отношений Цветаева и Парнок, знакомство, удивление, узнавание, страсть, охлаждение, разрыв – все это отражено в посвященном ей цикле «Подруга». Эти стихотворения стали одним из первых проявлений лесбийской тематики в русской литературе. Разрыв между ними тогда произошел по весьма банальной причине. Цветаева просто застукала свою возлюбленную в объятиях другой. И после этого призналась. Любить только мужчин или любить только женщин, заведомо исключая обратной, боже мой, какая-то скука, какая-то жуть. Но после расставания с Парнок Цветаева отнюдь не стала примерной женой. Спустя несколько лет Цветаева не на шутку увлеклась 23-летней актрисой Софьей Голидей. История их нежного романа рассказана в повести о Сонечке. Как и Спарнок, это была любовь с первого взгляда. Причем она не мешала параллельным увлечениям мужчинами, обсуждение которых даже сближало подруг. Но и эта связь оказалась недолгой. Однажды Голидей уехала на гастроли, встретила директора провинциального театра и вышла за него замуж. Марина, конечно же, была охотницей до чужих душ. Ее кто-то осуждал, кто-то называл ее дунжуаном в юбке. А другие, напротив, говорили, что позволено гением, не позволено обычным людям. Первая мировая война прошла мимо Цветаевой. Несмотря на то, что ее муж, белый офицер, некоторое время курсировал с санитарным поездом, рискуя жизнью, и она очень волновалась за него, Цветаева жива отрешенно, словно в прошлом столетии, поглощенная своим внутренним миром. «Вся моя жизнь – это роман собственной душой», – говорила она тогда. Переломным моментом в ее творческой судьбе становится зима 1916 года. Она отправляется в Петербург Ахматовой и Блока для того, чтобы встретиться со своими кумирами. Но, к сожалению, встречи не происходит. После этой поездки Цветаева осознала себя исключительно московским поэтом, соревнующимся с петроградскими собратьями по ремеслу. Она стремилась воплотить в слове свою столицу, стоящую на семи холмах, и подарить любимый город своим любимым петербургским поэтам – Блоку, Ахматовой и Мандельштаму. Так возник цикл стихи о Москве. Облака вокруг, купола вокруг, Надо всей Москвой, сколько хватит рук, Возношу тебя, бремя лучшее, Деревцо мое невесомое. В димном градисе, в мирном градисе, Где и мертвое мне будет радостно Целевать тебе, Горевать тебе, Принимать внец, О, во-первых. Ты постом горей, Не сурьми проверь, И все сорок чти Сороков церквей. И сходи пешком, Молодым шажком, Все привой на силиконе. Будет твой черед Тоже в дочери Передашь Москву снежной горечью. Мне же вольный сон, Колокольный дном Зори ранее на водане. Ни февральскую, ни октябрьскую революцию 17-го года Цветаева не приняла. Однако именно с апреля 1917-го в ее жизни наступает очень тяжелый период. Жизнь на каждом шагу диктовала свои условия. Беззаботные времена, Когда можно было заниматься тем, чем хотелось, Уходили в прошлое. Цветаева пыталась уйти от ужасов и голода Внешней жизни в стихии. И, несмотря на все тяготы, В период с 17-го по 20-й годы Става исключительно плодотворным в ее жизни. За это время она написала Более трехсот стихотворений И шесть романтических пьес. В апреле 1917-го года, после демобилизации мужа, Цветаева рожает вторую дочь. Первоначально она хочет назвать ее Анной В честь Ахматовой. Но потом меняет решение и называет Ириной. По свидетельству очевидцев, Она не уделяла младшей дочери вообще никакого внимания. К Ирине, обычному, славному, тихому ребенку, Она не испытывала ничего, кроме равнодушия и раздражения. Знакомым подчас случалось оказываться В предельно неловком положении, Сталкиваясь ее отношением к дочери. Так Цветаева мимоходом объясняла, Как именно привязывает малышку веревкой К ножке кресла, уходя на целый день. Ходили слухи даже о побоях. В какой-то момент Цветаева принимает решение Отдать обеих дочерей в детский приют. Она полагает, что в голодное революционное время В приюте детей хотя бы будут кормить. Лишь только спустя годы в полной мере открылось, Как проворовался директор приюта. Как страшно там болели и умирали дети. Марина подолгу не навещала дочерей, А приезжая общалась только с истосковавшейся Алей. Но ни единого раза при этом она не подошла к Ирине. Больную лихорадкой старшую дочь Цветаева из приюта забрала, А Ирину оставила. В феврале 1920 года мать даже не могла впоследствии назвать точной даты, Ирина умерла от голода. Марина так никогда в полной мере и не признает своей вины. Понимая, что рано или поздно обсуждать эту трагедию Ей придется вместе с мужем, Она возлагает всю ответственность и вину на сестер Сергея Эфрона. И он рвет с ними все отношения. Лишь только спустя, через несколько лет, Он понимает, что же произошло на самом деле. Но вернемся к революционной Москве. После становления большевистского режима, Цветаеву все больше и больше вытягивает из красивой иллюзорности Страшный черный быт. В доме поселились чужие. В коммунистическом обществе всем надо было делиться. Муж ушел на фронт. Средств к существованию не было. Приходилось браться за любую работу. Тяжело болела старшая дочь Аля. На два с лишним года полностью прервалась связь с супругом. Цветаева не знала, жив ли еще Ефрон. И не знала, как жить дальше самой. Если Бог сделает это чудо, оставит вас в живых, Я буду ходить за вами, как собака. Писала она в письме к мужу, Не зная, на какой адрес его отправить. И чудо произошло. Ефрон был жив. Он скрывался от большевистской расправы в Праге, в Чехии. Цветаева моментально, хотя не без труда, Но все-таки получает разрешение на выезд на встречу с мужем. Она еще не подозревает, что уедет из России на долгих 17 лет, А вернется уже совсем в другую страну. Она вернется уже в Советский Союз. И вернется не чтобы жить, а вернется умирать. Итак, 15 мая 1922 года Марина Цветаева с дочерью оказались в Берлине, Где их должен был встречать муж. Встреча оказалась не такой радостной, как хотелось бы. Это было и понятно. Они расстались в 1914 году, прожив вместе только два года. И все должно было начаться снова. Но снова и по-прежнему уже не получалось. Каждый прожил за это время долгую и полную испытаний жизнь. Ей было уже 30, ему было чуть меньше. За это время у Марины вышло два поэтических сборника. Она уже была достаточно узнаваемой, известной поэтессой. А вот ее муж Сергей, напротив, был безвестным человеком. Он был просто тенью. Должен сказать, что за время разлуки с Эфроном у Цветаевой постоянно случались любовные романы. Кто только не входил в список этих романов. Даже в брата мужа, Петра Эфрона, она успела влюбиться. И кто знает, к чему бы привел этот роман, если бы тот не умер. А потом были известные и неизвестные люди. Поэт Тихон Чурилин, красноармеец Борис Бессарабов, художник Николай Вышеславцев, поляк Никодим Плуцер-Сарна, актер Юрий Завадский, критик Александр Бахрах и даже юный мальчишка-поэт Николай Гронский. Конечно, той любви у Цветаевой к мужу, как раньше, уже не было. И надо отметить, что Эфрон это сразу же понял без всяких объяснений. А посему решил удалиться и уехать в Прагу. Но Цветаева едет за ним. Она все-таки пытается наладить отношения. В жизни любого человека есть события и места, которые сыграли в судьбе значительную роль и навсегда сохранились в памяти. Таким памятным и навсегда любимым местом стала для Марины Чехия. В Праге и окрестностях столицы были написаны лучшие произведения. Цветаева прожила в Чехии недолго, но полюбила страну на всю жизнь. Глубокое влияние Праги отразилось в стихотворных строках чешского периода. В ее произведениях появились абсолютно новые аллегории. Правда, стоит отмерить, что быт проживания в чешской столице был очень трудным и примитивным. Сергей получал гроши, небольшие отчисления от чешского правительства. Поэтому Цветаевой приходилось брать инициативу в свои руки. Она очень много писала. Здесь, в Праге, у нее начинается и бестолярный роман с Пастернаком, который длился почти 15 лет. Она присылала такие письма Пастернаку, что жена поэта, однажды найдя у мужа конверт с признаниями Цветаевой, запретила ему общаться с этой женщиной. А потом еще очень долго корила его и не верила, что дама, с которой он даже не виделся никогда в жизни, могла писать такие откровенные признания. Она мечтала о встрече с Пастернаком. И эта встреча состоялась спустя несколько лет в Париже. Правда, тогда Цветаева поняла, что они с Пастернаком совершенно разные люди. Да и, если честно сказать, Пастернак не был очарован ей, как женщиной. В Праге она познакомилась с разведчиком Константином Радзевичем, другом мужа. Это была роковая встреча. У них начался бурный роман. Друг, совершенно потрясенный, обрушившимся на него девятым валом чувств Цветаевой, просто не понимал, что ему делать. Он отлично отдавал себе отчет в том, что не отвечает за облачным стандартам возлюбленной. И все же иногда он мечтал об определенности. О том, что Марина уйдет к нему от мужа, и они станут жить вместе. Цветаева очень многого ждала от этой любви. Она мечтала родить от Радзевича сына. И в феврале 1925 года она рожает мальчика, которого называют Георгием. Правда, Цветаева ненавидела это имя и предпочитала называть своего сына Муром. Ходили слухи, что это был ребенок Радзевича. У нее состоялся очень сложный разговор с мужем. Правда, она смогла его убедить. Сережа, ты даже не сомневайся, это твой ребенок. Я просто все высчитывал. Сергей предложил развод. Но Марина Цветаева никогда не думала о разводе с Сергеем. Просто ей для поэтического вдохновения нужны были новые впечатления, новая энергия любви и новые отношения. Сергей это понимал. Ибо, боявшись, что она покончит жизнь самоубийством, все-таки остался. Ведь в 16 лет Цветаева уже предпринимала попытку застрелиться. К счастью, тогда пистолет дал осечку. Жизнь русской интеллигенции из Праги постепенно перекочевала в Париж. Цветаевой предстояло прожить во Франции долгих 14 лет. И это был достаточно тяжелый период в ее жизни. Потому что ее не приняла эмигрантская интеллигенция. Ее не принял литературный мир Франции. Да, если честно, она сама открыто шла на конфликт. В поисках литературного заработка она билась, как рыба об лед. Но денег катастрофически не хватало. Сергею Яковлевичу приходилось мириться не только с постоянными увлечениями жены, но с ее непростым характером, который с трудом выносили даже самые преданные почитатели таланта Цветаевой. Он терпеливо сносил бедлам, который творился в их доме. У Марины Ивановны напрочь отсутствовало женское умение наладить быт при ограниченных средствах. Конечно, они постоянно ссорились. И чаще всего ссорились из-за отношения к советской России. Цветаева неоднократно повторяла, то и страны на карте не было и нет. А Сергей Фронт стал одним из организаторов Союза возвращения на родину. За годы эмиграции, стоит отметить, он кардинально поменял свои политические взгляды и стал открыто симпатизировать большевикам. Но не только политические противоречия были поводом для ссор между супругами. В Париже Мария Ивановна снова влюбилась. Весной 1926 года через Пастернака состоялось заочное знакомство Цветаевой с Райнером Мария Рильке, перед которым она издавна преклонялась. Муж тогда от отчаяния написал письмо их общему другу, поэту Максимилиану Волошину. Марина – человек страстей. «Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью. Для нее это стало воздухом ее жизни. О моем решении разъехаться я и сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Рвалась от одного, от Пастернака к Рильке, не спала ночей, похудела, но сказала, что от меня она все равно не уйдет». Сергей простил жену в очередной раз, но при этом окончательно к ней охладел. Цветаева это сразу же поняла. Она уже была на грани помешательства, узнав, что человек, которого она так любила и которого при этом никогда не видела, Рильке ушел из жизни. Надо отметить, что лето 1937 года выдалось самым страшным для Цветаевой. Она втягивается в политические дрязги. Сергей Фронт к тому времени становится агентом советской разведки и занимается агитацией среди иммигрантов по возвращению их на родину. В сентябре 1937 года швейцарская полиция обнаружила труп советского разведчика Игнатия Рейса. Рейс отправил письмо Сталину, в котором назвал его террористом. Через несколько дней в прессе появилась заметка. Организатор убийства советского разведчика Сергей Фронт. Эфрон вместе с дочерью Али, которая к тому времени стала союзницей и единомышленницей отца, отходит от матери. В конце концов, муж с дочерью исчезают. Как оказалось, их тайно переправляют в СССР. Марина вновь остается одна с сыном. Сын рвется вслед за отцом и сестрой. Марина внимает его просьбам и отправляется на родину, как потом выяснится в свой последний путь. В 1939 году Цветаева возвращается на родину. А там арестованная дочь, отправленная на каторгу, как политически проходит по делу ее собственный муж, а сын во всем этом винит мать. Она не знает, что делать. У нее нет никакой тяги к творчеству. Она перестает писать. Она пишет письмо Сталину в надежде получить хоть какое-нибудь вменяемое объяснение, но ответа никакого не получает. Она мечтает вернуться в Чехию, но это уже невозможно. Прага оккупирована немцами. Эти события глубоко ранят Цветаеву, ведь Прага навсегда осталась ее любимым городом. Она пишет стихи к Чехии, к ее любимой Праге. С началом Великой Отечественной войны Цветаева окончательно теряет голову от страха. Она боится всего, и прежде всего, она боится потерять сына. А с сыном как раз-таки начинаются конфликты. Он становится неуправляемым 16-летним подростком, который винит во всем мать. И прежде всего в том, что она привезла его в СССР. Она не знает, что делать. В начале войны Цветаева вместе с сыном едет в Елабугу на Каме. По свидетельству ее друзей, вещи в дорогу им собирал Пастернак. Он подарил Цветаевой веревку, сказав, в дороге пригодится, ведь такая прочная, хоть вешайся. Веревка действительно пригодилась, но чуть позже. Никто, конечно, не проверял, на какой именно веревке повесится Цветаева, но Пастернака, чувствуя вины, не отпускала всю его жизнь. Работы, даже самой черной, в Елабуге для нее не было. Она пыталась найти хоть что-нибудь в Чистополе, где находилось большинство московских литераторов. Она написала заявление в столовую литфонда, прося принять ее на работу хотя бы посудомойкой, но ей отказали. 28 августа она вернулась в Елабугу, а 31-го, пока в доме не было ни сына, ни хозяев, она повесилась, оставив три записки. Товарищам поэту Асееву и его семье с просьбами позаботиться о сыне и Муру, которому написала. Мурлыга, прости меня, но дальше было бы еще хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Я попала в тупик. По сей день существует несколько версий самоубийства Цветаевой. Первая – это, безусловно, накалившаяся ситуация до предела ее отношений с собственным сыном, который так и не простил матери возвращения в СССР. Апофеозом их ссор стала фраза, которую он нечаянно бросил на пороге дома. Кого-то из нас отсюда вынесут вперед ногами. Цветаева решает встать между сыном и смертью, решает уйти, дав ему дорогу. Другая версия заключается в том, что Марине Цветаевой предложили сотрудничать с НКВД, которые лишили ее мужа и дочери. И, понятно, Цветаева на подобное сотрудничество вряд ли бы могла согласиться. И, наконец, третья версия – самая банальная, но все же самая правдоподобная. Психическое здоровье Цветаевой было подорвано окончательно. Беды и страдания привели к тому, что в 48 лет она выглядела как старуха. Те, кто видел ее в те дни, говорили, что волосы и лицо у нее были бесцветные. Самое интересное, что любимый ее сын, Мур, так и не пришел попрощаться с матерью, мотивировав это тем, что хотел бы запомнить ее живой. Через полтора месяца после самоубийства Цветаевой Сергея Ефрона расстреляли на Бутовском полигоне. Спустя три года на войне погиб сын Цветаевой, Георгий Сергеевич Ефрон. Дочерь Адна больше 15 лет провела в лагерях и вернулась искалеченной в Москву только после реабилитации в 1955-м. Цветаеву как самоубийцу похоронили за церковной оградой. Об отпевании не могло быть и речи. Но по просьбе ее верующих почитателей, в том числе и дьякона Андрея Кураева, в 1991 году было сделано исключение. Патриарх Алексий II дал благословление, и через 50 лет после ее смерти Цветаеву отпели в московском храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Точное место расположения могилы Марины Цветаевой в Елабуге на Петропавловском кладбище неизвестно. Но в той стороне кладбища, где находится ее затерявшаяся могила, на этом месте в 1960 году сестра поэтессы Анастасия Цветаева поставила крест, а в 1970-м было установлено гранитное надгробие. За неполных 30 писательских лет Цветаева написала очень много. 17 поэм, 50 произведений прозы, 8 пьес, более 800 стихотворений и более 1000 писем. В поэзии это уникальный случай. По датам стихов и прозы можно восстановить не только внешний рисунок биографии поэта, но и жизнь ее души. С таким пониманием жизни она никогда не вписывалась ни в одну поэтическую и политическую тусовку. Она везде была чужой, и отовсюду ее выталкивали. Чужой она бы была и в наше время, с возведением на пьедестал почета счастья, успеха и благополучия. Ее страстность, безмерность, неутолимая жажда любви не вписывалась в обычные мерки. Во всем она была слишком. Слишком любила, слишком ненавидела, слишком требовала, во всем доходя до предела, до максимума, до абсолюта. Труд, рыцарское благородство, преданность, трудности и культура – вот та почва, которую, по словам Иосифа Бродского, подарила нам с вами гениальная поэтесса XX века Марина Ивановна Цветаева. I've lived a life that's full I've traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Субтитры создавал DimaTorzok